так доброе утро дорогие друзья все начинаем новый цикл уроков всем доброе утро hello всем доброе добрейшее добрейшее утро live у нас сейчас идет как раз трансляция живая трансляция и как раз сегодня утром у меня возникла идея возникла идея у меня чтобы есть у нас на ново икре есть ватсап можно подписаться на ватсап этот чтобы получать рассылки если вы на ватсап подпишитесь и напишите например название урока урок например мишли до причем и сейчас будем изучать или урок ицхака вот если вы напишите там ватсапе хочу получать на ватсап уроки мы сделаем специальную группу такую рассылка и вдруг вы пропустили урок вам будет идти по ватсапу в этот же день после урока ссылочка на этот урок и вы спокойненько его посмотрите когда когда вам нужно будет так что давайте напишите пожалуйста на ватсапе яков шалом вот яков шатанин поможет это организовать я сегодня увидел что есть ватсапе оказывается такая возможность сделать список рассылки до 250 контактов и мы спокойненько сделаем список рассылки 250 контактов назовем его урок например урок ицхака урок у нас другие есть оказывается очень сильный рабоним идут онлайн уроки в живом прямом эфире и по 200 человек тоже по 250 человек собираются прямом эфире по 150 это значит что это очень важно очень хорошие уроки и я вам очень сильно советую советую подписаться на рассылку мы будем рассылать тоже но естественно приходите значит мы сегодня начинаем изучать новый цикл новый цикл притчи царя соломона еще раз пройдем хочу очень подчеркнуть внимание на вот этой вот на самой теме этой да царь соломон это был мудрейший из людей про него так бог сказал не кто-то про него так сказала сам бог и царь соломон это был царь сын царя давида который в иерусалиме который в иерусалиме он построил 1 иерусалимский храм и вошел в историю как мудрейший царь мудрейший человек который полностью знал как все работает в притчах он рассказал в притчах царя соломона он рассказал как работает мир как работает бизнес как работают отношения как работает семья как устроен человек что такое тора и так далее и теперь получается что мы уже один раз прошли мишли но мы когда проходили мишли я всем глав я писал каждую каждое предложение я переводил писал небольшой комментарий а 7 главы до по моему 20 там 4 главы перестал писать а я очень хочу издать книгу мишли притчи и сейчас мы начинаем еще один цикл в котором в котором мы пройдем еще раз и еще раз и еще раз потому что то что человек изучал в детстве это как у него высечено на камне то есть каждый человек который с детства он каждый человек который с детства что-то учил не важно что он учил она у него прям отпечаталась на его мышление и дальше человек живет в своей вот этой вот картине мира и получает результаты которые получают то есть каждый из нас живется и картине мира то во владивостоке кто в москве кто в киеве кто в иерусалиме и каждый все время думает и поднимаются из подсознания все время те мысли которые когда-то туда попали но к сожалению нам не повезло что нас в школе не обучали причем царя соломона обучали карла маркса там какого-нибудь еще всякой другой литературе да поэтому сейчас приходится восполнять восполнять приходится этот разрыв но с одного раза вот я уже притчи прохожу может раз третий четвертый пятый но я чувствую что мое мышление все равно вот я сейчас шел с молитвы домой и иду и пою песню любимый и больше никого на белом свете думану зачем мне эта песня откуда она во мне в голову влезла что я и слова помню и мелодию а притчи царя соломона не помню помню что учил помню что что есть они а дословно не помню понимаете поэтому нам приходится если мы хотим реально изменить свое мышление реально хотим присоединиться к богу и реально хотим создать новую свою личность которая будет достойна чтобы войти вечный вечную жизнь в рай в грядущий мир мы должны конечно повторять повторять и повторять поэтому мы сегодня начинаем мы сегодня начинаем изучать притчи царя соломона снова и глава 1 отрывок 1 к начинается так мишли шлома бен давид малых израэль мишли это притчи переводят на русский дословно мишли это машаль это пример пример который с помощью понятного объясняет непонятное значит мишли это примеры шлома так звали это имя так звали царя соломона соломон это на русский переведено потому что греки как я понимаю они все еврейские слова которые в которых есть буква ша они убрали ша и сделали с вместо нее наверное греки они греки они ше не выговаривали с вместо ше говорили поэтому получился из шлома получился соломон из ирусалима из ярушалайма как говорят на оригинале получился ирусалим из моше получился моисей из и ушу а получился иисус то есть они взяли все ше поменяли на с поэтому его звали на самом деле шлома шлома это имя переводится от слова шалом, а шалом это шлымут, шалом это, шлымут это совершенство, он был совершенный и совершенный Бог, а человек должен стремиться к совершенству, так шлома он был максимально устремленный, приближенный к совершенству. Притчи шлома Бен Давид, он был сын царя Давида, и от царя Давида мы знаем, как молиться, интересно, что царь Давид, он был пастух, он был младший сын в семье, и он был такой, ну у него была очень такая история, его, в общем братья его не принимали, и он был такой пастух, потом он пришел братьям в армию, принес еду, и в это время Галиад, Галиад был такой, Галиад его знают в русской транскрипции, это был главный богатырь такой, из войска мавитян, Галиад ходил, а он был огромный такой, вот представьте ситуацию, ходит такой огромный, как вот Макгрегор, да, вот этот вот, ходят бойцы вот эти, да, которые в тяжелом весе, и друг на друга ругаются, и он был такой, как два Мухаммеда Али такой, и он выходит перед войском Израиля, говорит, ну че, говорит, кто со мной сразится, сейчас я вас разорву, вызывают на бой, а он был огромный, этот Галиад, и тут этот, все боялись, и тут царь Давид, который был тогда пастушок такой, он говорит, что эта обезьяна говорит, бога позорит, говорит, я сейчас это самое, ему говорят, так возьми доспехи, а не было доспехом на него, он был маленький, он говорит, мне доспехи не нужны, эта обезьяна говорит, бога позорит, я сейчас сделаю ему, берет камень в такую пращу, да, размотал, размотал, и Галиаду в голову, джжжж, ему бьет камень по лбу, он падает, царь Давид, он еще не был тогда царем, подбегает с кинжалом, и ему голову отрезает, значит, царь Давид, он был такой, вот это вся его жизнь в этом случае, он был все время в недостатке, в недостатке ресурсов, и он из этого недостатка ресурсов с помощью невероятной веры в Бога и силы молитвы, он получал все ресурсы, и мы от царя Давида знаем, как молиться, псалмы Давида, это 150 псалмов, это его, его молитвы, с которыми он обращался к Богу, все, кто хотят научиться молиться, они читают псалмы и присоединяются вот к этому прямо воплю из недостатка ресурсов и благодарности невероятной, когда Бог дает, дает Бог ответ, то есть мы знаем, как молиться от царя Давида, и царь Давид, он нашел путь к Богу, а царь Шломо уже получил у него царство, государство, огромные, ну то есть очень-очень, он получил от него все ресурсы, и он на всех этих ресурсах, он поднялся к Богу еще выше через мудрость, потому что когда к нему Бог обратился во сне и говорит ему, что ты хочешь, ошер, хочешь богатства, это Бог царю Соломону сказал, хочешь ошер, ошер это богатство, финансовые потоки, хочешь Нехасим, Нехасим это, это недвижимое имущество, это, ну, богатство уже такое, которое не двигается, хочешь, говорит, кого-то, кого-то это почет, слава, это то, то, к чему люди стремятся, когда у них уже полностью перекрыты все вопросы с деньгами, уже некуда девать, тогда покупают клуб Челси, тогда, значит, уже начинают, ну, именно возвеличивать свое имя, или говорит, ты хочешь души своих врагов, это Бог говорит царю Соломону, хочешь власть, то есть власть это самая высшая точка, когда уже стал он известным, куда он идет в политику, так Бог спрашивает царя Соломона, что ты хочешь, а он говорит во сне, то есть это настолько у него было, его запрос, его стремление было самое большое, он говорит, нет, все это мне не надо, я хочу божественную мудрость, хочу понять, как ты сделал мир, как мир устроен, я хочу понять именно истину, как работает мир, Бог говорит вообще, вот это запрос, вот это человек, говорит, я тебе даю мудрость, а с мудростью ты получишь все остальное, и царь Соломон был мудрейший из людей, который на тот момент был самый крутой царь во всем мире, и в Иерусалим ехали все, это был центр мира, где было самый высокий на то время уровень жизни, чтобы было понятно, царь Соломон построил первый храм почти три тысячи лет назад, а Колизей в Риме построили две тысячи лет назад, то есть он за тысячу лет до Рима построил Иерусалим, в который ехали со всего мира смотреть, как на чудо света, и был храм Иерусалимский, он был больше, чем Колизей. Теперь, значит, еще раз, мы сейчас изучаем книгу, которая называется «Мишли, притчи», то есть примеры дословно, Шлома, это вот тот вот царь Соломон, который был на уровне пророчества, Шлома, который с Богом разговаривал, Бен Давид, который получил от своего отца Давида, получил божественную мудрость и все, и он же был Мелых Исраэль, он был царь в Израиле, то есть вся его мудрость, каждое его слово проверяли евреи, такие евреи-равины, мудрецы, которые каждое слово, на каждое слово у них было сто вопросов, и он на все вопросы мог ответить. То есть здесь нам сказано, здесь нам показано в первом же отрывке, у кого мы сейчас будем учиться, то есть мы будем учиться у великого, великого мудреца, который проверен по всем показателям, проверен по всем показателям. И чему мы будем учиться? Мишли это примером, которые через понятное будут, они нам объяснять непонятное, очень высокие и глубокие вещи будут нам объяснены через примеры, которые нам будут понятны, с Божьей помощью. И я, Ицхак Пентусевич, постараюсь сам понять и вам передать это понимание. Еще раз, я не претендую на супер-мега такой вот уровень понимания. Я изучаю перевод, перевод и комментарий Малбим. Был такой Малбим, великий мудрец Малбим. Он жил где-то около 150 лет назад. И я вот иду по его объяснению, по его переводу. То есть я конкретно оригинальный текст читаю, перевожу и дальше объясняю с точки зрения Малбима, что там написано. Значит, второй отрывок звучит так. Ледаат, хохма, умусар. Мы сейчас будем изучать. Познавать. Ледаат это познавать. Хохму, божественную мудрость. Умусар. Мусар переводят как нравственность, но сейчас мы точно поймем, что это за нравственность. Ляавин имрейбина. Мы будем стараться понять глубоко, понять, именно залезть вглубь, слова глубокой мудрости. Теперь давайте разберем каждое слово. Ледаат, это вот когда человек говорит, я знаю, когда он говорит, я знаю, что он по-настоящему может знать? По-настоящему он может знать только то, что он видит. Вот он говорит, я знаю, что передо мной, передо мной там деревяшечка. Вот это он знает. А если он сейчас скажет, что он знает, сколько она стоит, как изменится цена на рынке, что там будет дальше, это все его предположения. Это все иллюзия. Но знать человек может только то, что он видит и то, что он на 100% он с этим соединен через органы чувств. Так, сказал нам царь Соломон, сказал нам царь Соломон, что мы сейчас будем познавать, то есть выходить на уровень 100% понимания. А что мы будем познавать? Мы будем познавать хохму. Значит, хохма, переводят хохма мудрость, да? Ну, то есть на русском языке как бы и то мудрость, и то мудрость, и то мудрость. На иврите не так. Есть хохма, хохма это божественная мудрость. Значит, что значит божественная мудрость? Весь этот мир состоит из противоположностей, то есть нет в этом мире ничего однозначного. Например, хорошо убивать или плохо? Ну, казалось бы, убивать плохо. А если это человек-убийца, который сейчас идет уничтожать весь мир, так что? Его хорошо значит убивать, потому что если мы его сейчас не убьем, он убьет всех. Нет. Воровать хорошо или плохо? Плохо. А если этот человек сейчас украл чемодан у президента с ядерной кнопкой, и он у него лежит дома, и значит, если его не украсть, то он опять же нажмет кнопку, взорвет мир. Так украсть чемодан этот хорошо становится. Значит, ну и так далее. То есть есть очень много быть скромным, хорошо или плохо. Иногда хорошо, иногда плохо. Например, скромный, например, человек, он не понимает, но он боится сказать, что он не понимает. И он, значит, из-за своего непонимания может навредить. А быть гордым хорошо или плохо? С одной стороны, плохо. А с другой стороны, быть гордым, если ты на правильном пути, ты должен выйти и сказать, вот так вот, значит, будет, потому что, ну и так далее, что-то правильное. То есть, понятно, да? Весь мир состоит из очень многих нюансов и очень многих вопросов. Как правильно поступить? Когда правильно поступить? Как правильно применить? И вот хохма, вот эта божественная мудрость, это точная мера, когда и как надо поступать. И что такое хорошо и что такое плохо, это точная мера. А ведь вопрос-то, кто знает точную меру? Только Бог знает точную меру. И вот Бог, который сотворил мир и который в этом мире дал законы. То есть, мы исходим из того, что Бог, создатель, творец мира, он все-таки захотел сообщить человеку, зачем он это все сделал и как надо в нем жить. То есть, мы не исходим из предположения, что все в этом мире случайно и люди это чистые обезьяны, которые прыгают, ну, раньше прыгали по деревьям, а сейчас прыгают там по машинам, и все. То есть, если исходить из этого предположения, ничего учить не надо, а что надо делать? Вообще ничего делать не надо. То есть, если мы обезьяны, которые просто, ну, просто обезьяны, так вообще о чем речь? То есть, мы исходим из предположения, что человек сотворен, сотворен Богом, и Бог, который сотворил мироздание, он сообщил человеку, как это мироздание работает и что в нем надо делать. И вот это сообщение, которое пришло от Бога, и которое абсолютно точное, и которое мы получили от Бога через пророков в виде Торы, это и называется хохма, божественная мудрость. И мы сейчас изучаем вот эту вот божественную мудрость, которая называется одним словом, хохма. Дальше я буду называть, когда будет встречаться слово хохма, буду называть это божественная мудрость. Теперь, значит, Шлома Амейла хочет, чтобы мы познали, а познать можно только то, что ты видишь. А божественную мудрость нельзя увидеть, она от Бога. Но он хочет, чтобы мы познали именно, как вот то, что видим своими глазами, божественную мудрость. И он для этого, в этом его величие, что он перевел на простой язык, язык примеров, он перевел вот эту вот сложную божественную мудрость, и нам ее хочет сейчас в притчах этих передать. Познать божественную мудрость, следа от хохма у мусар. Теперь, что такое мусар? Мусар переводят слово как нравственность, но здесь получается интересная вещь. Бог написано прямо в Торе, он создал лев Адам Рамина Арав, он создал сердце человека плохим от рождения. Что это значит? Человек, как мы его представляем, вот маленький ребеночек, да, который только родился, он ничем не отличается действительно от обезьянки, оленей или коровы. То есть это маленькое животное, в которое запрограммированы только животные инстинкты. Животные инстинкты, они говорят, все забери, потом ты вырос, у тебя гормоны, все, значит, как, ну возьми, размножься. И животные инстинкты говорят каждый сам за себя, бей, беди, спасайся, кушай, кайфуй и, значит, кто тебе мешает, съешь его. Теперь получается, что у человека внутри живет это маленькое животное, которое потом, когда человек вырастает, превращается в большое животное. Это его, как говорят ученые-психологи, внутри есть мозг млекопитающего, отдельный мозг, в котором работает отдельная операционная система, которая интересует только удовольствие и избегает страдания. Это то, что мудрецы называют сердце. Теперь на него надето то, что называется в психологии неокортекс. Неокортекс это, как новая кора называется, это то, что делает человека человеком. Умение разговаривать, умение мыслить, умение планировать, умение различать добро и зло. Теперь, но что сильнее, животное или неокортекс? Выигрывает животное, особенно если человек не знает, что это животное идет против него, да, оно его лишает вечной жизни и связи с Богом, то тогда человек, это животное признает за себя. Его неокортекс, его новая кора оправдывает все позывы животного. Хочешь там, хочешь ходить голым? Ходи, это круто, тело дышит. Хочешь украсть у кого-то? Кради. И почему? Грабно-грабленное, Карл Маркс разрешил. То есть у человека, у которого вот этот неокортекс, он служит его животному, он оправдает любое свое животное потребность. Теперь, но мы-то знаем, что человек это больше, чем животное. И вот в этом неокортексе, в него приходит Тора, которая объясняет, что такое хорошо, что такое плохо, что правильно, что неправильно, где заповедь, где не заповедь, что Бог от тебя хочет. И человек заполняет вот этот свой неокортекс знанием от Бога. Но специально Бог так сделал, что это знание идет в противоположность к желаниям сердца. Желания человека ведут его, все, что он себе представляет, визуализирует, хочет. Это все его ведет в сторону от Бога. А Тора, это прямо свиток без единой картинки. Муша записал письменно Тора, это свиток без единой картинки. Это знание. Теперь, как заставить себя сделать то, что правильно? Вот об этом как раз и говорит часть Тора, которая называется мусар. Мусар это часть, которая переводят как нравственность, но это передаточный механизм, который позволяет поставить животное на службу разуму, на службу человеку. И как это происходит? И говорит, у животного этого главное качество, которое его двигает по жизни, это страх. Это страх смерти, это инстинкт самосохранения. Это главный инстинкт у животных, у всех животных, независимо от их как бы, ну, вида. И у человека внутри, у этого животного, главный инстинкт это выживание, страх. Теперь, и в этом страхе, говорит Малбим, есть один тоненький такой вот, тоненький есть ручеек такой страха перед Богом. Что если человек начинает верить в Бога и начинает бояться Бога, что Бог он судья, и он накажет, и он управляет, и если я не буду делать то, что Бог сказал, то капец. В этот момент вот этот вот страх перед Богом становится тем стержнем, на который цепляется божественная мудрость. Тогда понятно, почему я должен выполнять эти заповеди. Тогда понятно, что меня остановит от того, чтобы украсть, если меня никто не видит. Тогда понятно, если есть страх перед Богом, что я знаю, что он всегда со мной, он всегда меня видит. И Бог, он установил систему, это добро, это зло, выбери добро. И вот этот страх перед Богом является основным в системе нравственности. И когда заходил Авраам или Ицкак в какое-то место, и там было все вроде бы все отлично, но они говорили, нет у них страха перед Богом. Пока есть у человека страх только перед людьми, как только человек его перестает пугать, он сделает все, что его внутреннее животное ему говорит делать. Только страх перед Богом может остановить. И вот в Мишле, в притчах, царь Соломон, он нам говорит, что мы будем познавать божественную мудрость и мусар, и нравственность. И мы научимся еще, у ума есть свойства раскладывать реальность по полочкам, детализировать, логика, понимать вещи из вещи, делать выводы, причинно-следственные связи, соединять кусочки информации в одно целое. Это все называется качество ума, бина. Бина это как строительство, когда ты строишь реальность. И мы в Мишле, мы научимся в притчах, представьте, мы сейчас изучаем, что сказал великий царь Соломон, Шломамела, которого Бог назвал мудрейшим из людей и дал ему божественный дух. Мы изучаем то, что он получил от царя Давида, своего отца. Он хочет, его цель, царя Соломона в этой книге, это как предисловие, анонс. Он хочет, чтобы мы познали на уровне вот прямо ощущения, познали божественную мудрость и мусар, научились управлять собой. И чтобы мы научились Лиавин и Мрейбина, чтобы мы научились понимать вещь из вещи и развили качество разума, которое позволяет то, что человек называет реальность. А на самом деле это модель реальности, которая есть в голове у каждого человека, чтобы мы научились эту модель реальности раскладывать и складывать. Вот такие у нас впереди, нас ждут уроки Торы. Все, на этом мы сегодня заканчиваем предисловие. Это было первых два отрывка. Заниматься мы будем по 20-25 минут с Божьей помощью каждое утро. Подпишитесь, пожалуйста, на рассылку в WhatsApp, чтобы вам могли присылать эти уроки. Первые семь глав у меня есть расписанные уже, и мы вам тоже будем прикладывать каждому уроку, чтобы вы могли еще раз прочитать, сделать выводы. То есть мы будем изучать. Цель этого цикла изучения взять царя Соломона и вставить его себе в голову, чтобы смотреть на мир с помощью вот этой системы мировоззрения, а не с помощью песни «Любимые», ну или другие песни, которые вы прекрасно помните, а важные, нужные вещи не помните. Пожалуйста, сделайте свои выводы, поделитесь уроком с друзьями. Очень важно, что мы все стараемся, стараемся получить божественный свет Тору и перевести ее в мир. Поэтому очень важно, тот, кто учится для того, чтобы обучать, тому с неба помогут и учить, и обучать. То есть очень важно для себя делать выводы и потом им обучать. Тот, кто учится для того, чтобы делать, чтобы применять, тому с неба помогут и учить, и обучать, и запомнить, и применить. Поэтому напишите свой план действий и начинаем действовать божественный свет в мир. И чтобы Бог дал каждому из нас благословения, чтобы Бог дал каждому из нас силу для того, чтобы мы были проводниками божественной воли в мире силы, ресурсы и радость. Все, удачи, успехов. Всем пока.